Здравствуйте, я Наталья Некрасова, савтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сейчас я вам расскажу, как строится выкройка для пончо. Все очень просто. Мне нужно построить квадрат. Причем пончо у нас идет по диагонали, поэтому самое главное в этом деле найти диагональ. Диагональ. Берем нашу модель, метровую ленту и измеряем. Не надо делать очень длинные рукава, не надо очень длинно делать конструкцию, потому что иначе вам будут руки не поднять и будет такой огромный мешок. Не удовольствие будет, а одни неприятности. Поэтому где-то до локтя измеряем. И вот до середины тела. Либо, если уж хочется, можно так вот до следующего локтя. У меня 36 см. То есть диагональ квадрата 36 см. Соответственно, исходя из того, что нам известна гипотенуза, нужно найти катеты. Искать можно просто, а можно искать сложно. Сейчас мы найдем стороны нашего квадрата. Что касается рукава, то же самое. Я знаю, что у меня квадрат пойдет до руки. Мне нужно измерить плечо, поскольку я буду делать рукав до основания шеи. Вот здесь вот где-то. Ну, может чуть поменьше. И мне нужна длина рукава. Вот где-то до локтя 13 см. Вот так вот будет выглядеть мой рукав. 13 см. Толщину сейчас определяем. И вот так вот пойдет рукав дальше. Общая длина, если здесь у меня до локтя, 13 см. Общая длина, ну, 25 см. 20 см. 25 минус 13 см. 12 см. Широкая часть. И 13 см. Руская. Насколько часть широкая определяется по руке. 12 см. Ну, пускай будет 13 см. Потому что не буду делать. Ну, если хотите, можете делать поуже запястье, пошире верхнюю часть, если вам хочется. Я буду делать по прямой. А насколько узкая часть определяется, тоже прямо по модели. Насколько широким мы хотим делать вставку. Ну, давайте вставку сделаем 2,5 см. Вот так вот где-то. Можно 3 см. То есть определяетесь шириной плеча. Вот какую ширину вы хотите. Видите, на самом деле, здесь вообще нет никаких мерок, никаких канонов, ничего. То есть как вам и нравится. Я буду делать 2,5 см. Только потому, чтобы была хоть какая-то длина. Потому что если совсем мало, то... Ну, сшивать нечего будет. То есть получается, что у нас совсем узенько и совсем все плохо. В принципе, для взрослого размера сантиметров 6-7, ну, до 10. Вот так вот. Получается вот такая вот ширина. Больше делать не стоит. Для того, чтобы и держало полотна достаточно тяжелые. И в то же время было хоть какое-то расстояние. Собственно, других мерок здесь и нет пока. Определяемся со сторонами треугольника. И все. Как определяться со сторонами? Можно брать угол стола. И находить 36 см. вот так. И смотреть, чтобы у вас углы были одинаковые. Это как вариант. Либо потерем пифагора. Как вам нравится. То есть в данном случае рассмотрение этого вопроса на ваше усмотрение. Можно сложить бумагу. Сколько у нас тут получается? 29. 29, а мне надо 36. Постепенно двигаем. Ну, где-то вот так. И сторона в итоге выходит у меня. Я так складываю сюда мистик. 25 сантиметров. Сейчас можно будет проверить, правильно ли я на глазок это посчитала. Если сторона 25, сумма квадратов 25 умножить на 25, 25 умножить на 25 и умножить на 2 равно 1250. А 36 умножить на 36 умножить на 36 1296. Ну, в принципе, сойдет. 26. Будет и все. 25. 25. Это я посчитала по теорему пифагора. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотемоза. Перепроверила так. 25 сантиметров меня устраивает. Итак, сторона квадрата 25 сантиметров. Вот такие вот квадраты. С рукавами тоже все просто. Резиночку выполняйте, как вам нравится. Можно вообще не резинкой, а кулеркой. Как угодно. Хочу дать буквально пару рекомендаций по вязанию этого изделия. Во-первых, когда вы снимаете мерки, а когда вяжете, лучше берите квадрат поменьше. Чтобы он доходил не до локтя, а немножко повыше. Тогда будет лучше смотреться на плече. Измеряйте рукава длину так, чтобы они доходили до шеи. Потому что если у вас будет очень широкий ворот, у вас все это будет просто падать. Вот так вот с плеч и вообще не будет держаться. Поэтому постарайтесь зашивать до такого места, чтобы четко держалась рукава с плечами. Поэтому полотно должно быть поменьше. Можно убрать угол, и тогда у вас будет вот такое вот совершенно оформившееся изделие. То есть очень симпатично, аккуратно смотреться. Если вы можете вывязать без уголка полотно, отлично. Тогда и вопросов нет. От точки до точки идет планка и дальше рука. Из задней части можно точно так же создать капюшон, например. То есть вы вывязываете капюшон, который у вас будет держаться по плечу, через весь, всю спинку и по плечу. То есть вот такой капюшон-накидка. Но самая главная рекомендация, это все-таки квадратик поменьше. Потому что изделие должно быть короткое, это накидка. Накидка-утеплитель. Такая своего рода верхняя одежда. И рукава могут быть коротенькие совсем. Могут быть просто зашитые квадратики. Но мне кажется, в таком варианте это наиболее интересное решение.